Рут-Эй-Ай-Вирга. С каждым годом сельскохозяйственная отрасль выходит на новый уровень производительности. И хотя наибольшая заслуга уже принадлежит внедрённым продвинутым технологиям, пределы не достигнуты даже близко. Сбор урожая, к примеру, до сих пор изнурительный труд, справится с которым в большинстве случаев способны лишь люди. Скоро всё, впрочем, может измениться. Современные работостроительные компании уже начали демонстрировать свои детище, машины, способные произвести в сельском хозяйстве настоящую революцию. Вот это, например, робот Вирга от американской компании Рут-Эй-Ай. Его предназначение — автономная уборка урожая. Справляться со своими задачами быстро и эффективно роботу позволяют три реализованные в нём технологии. Первое — анализ плодов в реальном времени. Специальная камера позволяет интеллектуальной системе видеть овощи и фрукты, а затем на основе цвета определять их зрелость. Видео демонстрирует, что зелёные плоды остаются нетронутыми. Робот обращает внимание только на красные. Вторая технология — деликатные прикосновения. Запатентованные манипуляторы обхватывают плоды достаточно бережно, чтобы не повредить их. И, наконец, третья технология — интеллектуальное движение. Робот оценивает каждое растение и выбирает оптимальный путь к спелым плодам, так, чтобы не повредить ветки и остальной урожай. МФ-2370 Ultra HD Каждый год после сбора урожая на полях остаётся огромное количество соломы, сена и сенажа. Оставлять его просто так было бы нецелесообразно, так как он является ценным кормом для различного скота. Убирать и подготавливать сено к хранению помогает такая специализированная техника, как пресс-подборщик. Её использование позволяет повысить качество заготавливаемого материала. Также уменьшаются потери сена, процесс сушки занимает меньшее количество времени. Пресс-подборщик прессует траву в рулоны или тюки. Их плотность настолько высокая, что после упаковки в плёнку корм хранится без потери качества до 2-3 лет. Машина, которую вы видите на экране, получила название МФ-2370 Ultra HD. Её производитель — американская компания Месси Фергюсон. Модель спроектирована для максимально возможной производительности. В каждый тюк она упаковывает на 15-20% больше материала, чем аналогичные машины. Более плотные и тяжёлые тюки, получаемые в итоге, снижают затраты на хранение и транспортировку. Сиент-спрей. Сбор урожая — не единственная задача, с которой способны справиться роботизированные машины. В скором времени они переложат на свои механические плечи и борьбу с сорняками. Прототипы роботов-прополщиков уже проходят испытания и делают это вполне успешно. На этот раз перед вами детище калифорнийской компании Blue River. И хотя для работы Сиент-спрей человек всё-таки нужен, машина берёт на себя всю основную часть работы. Это навесное оборудование было спроектировано таким образом, чтобы проезжать между грядками, не задевая и не повреждая их. В нижней части расположены камеры, которые служат машине зрением. Удивительно, но интеллектуальная система моментально распознаёт сорняки и прекрасно отличает их от полезных культур. Используемая технология чем-то похожа на систему распознавания лиц. Разработчики рассказывают, когда машина первый раз увидела амарант, она не понимала, что это такое. Затем ей показали десятки видов этого сорняка, и так система превратилась в эксперта, который узнаёт амарант из тысячи других растений. Другими словами, машина способна обучаться и совершенствоваться. Следующая интересная особенность — это то, как именно Сиэн-спрей борется с сорняками. Он распыляет отравляющий химикат непосредственно на растения. Его количество минимально, но тем не менее губительно. Таким образом, если сравнивать с традиционными способами для обработки поля, Сиэн-спрей требуется на 90% меньше пестицидов. Примечательно, что роботу в общем-то не важно что, куда и в каких количествах распылять. А потому с тем же успехом его можно использовать для внесения жидких удобрений. Винерони Mobile Pumps Насосные станции орошения — важная сельскохозяйственная техника, которая сильно упрощает обслуживание полей. Как правило, это крупные стационарные машины, которые забирают воду из близко расположенного источника и подают ее непосредственно к полю. Даже высокая производительность, впрочем, едва ли компенсирует недостаток, догадаться которым не слишком сложно. Стационарное устройство не может быть передвинуто в другое место и способно обслуживать лишь ограниченное количество полей. Именно поэтому станция орошения от итальянской компании Винерони попала в наш сегодняшний список. Она, в отличие от прочих, отличается мобильностью и может быть прикреплена к любому стандартному трактору. Показанная система экономичной расходы топлива отличается универсальностью и гибкостью использования. Также производитель отмечает надежность и устойчивость к высоким нагрузкам. Некоторые модели снабжены гидравлическим механизмом, который удлиняет трубу, а значит расширяет возможности по поливу. Найо Дино Распыление пестицидов эффективно и, однако, не единственный способ избавить поле от сырников. Не стоит забывать про старый добрый механический способ. И именно для него была разработана следующая роботизированная машина, о которой мы сейчас поговорим. Перед вами Дино, разработка французских специалистов из Найо Технологис. Ее рабочая скорость не очень велика, всего 4 км в час, однако это все равно быстрее, чем если бы человек вырывал сырники вручную. За одну рабочую смену продолжительностью 9 часов машина способна обслужить до 5 гектаров полей. Примечательно, что ориентируется в пространстве Дино полностью самостоятельно. За зрение здесь опять же отвечают камеры. Интеллектуальная система оценивает каждое растение, которое попадает в объектив, проводит глубокий анализ и так отличает полезные культуры от сырников. В роботе реализованы алгоритмы глубокого машинного обучения, так что со временем Дино начинает справляться со своими задачами более эффективно. Также система ведет подсчет всех увиденных растений и помогает фермерам лучше оценивать обстановку на поле. Янмар YM Tractor То, что на первый взгляд всего лишь новенький, но ничем не примечательный трактор, на самом деле является совершенной техникой, способной повысить продуктивность и уменьшить расходы фермеров. Перед вами машина от японской компании Янмар. Серия получила название YM, и в нее входят две компактные модели мощностью 47 и 60 лошадиных сил. На их разработку специалистов толкнуло пожелание фермеров иметь по-настоящему мощный производительный трактор, однако получить его по доступной цене и в компактной оболочке. Именно это из себя и представляет показанная техника. Несмотря на скромные размеры, она имеет вместительный топливный бак на 50 литров, обладает высокой эксплуатационной нагрузкой. Повышенный клиренс обеспечивает оптимальную проходимость в любых условиях. Ширина обоих машин не превышает 2 метра. Смэш. Последняя удивительная техника на сегодня — это мобильная модульная роботизированная платформа. В будущем, по задумке разработчиков, подобные машины смогут полностью заменить трактора, комбайны и избавить от необходимости прибегать к ручному труду. Смэш является результатом труда 10 компаний-партнеров с разных концов света. На проект было потрачено больше 4 миллионов евро. Система состоит из мобильной базы, роботизированного манипулятора, дрона и наземной станции. Все эти модули работают сообща, чтобы справляться с самыми разными задачами. Например, система может следить за состоянием почвы, контролировать его, забирать пробы для анализа. Другое предназначение — внесение в почву различных химикатов. Это могут быть как удобрения, так и пестициды. Первоначальные испытания запланированы на этот год и будут проводиться на виноградной ферме в итальянской провинции Пиза. Эй, хватит лениться! Пора заряжать мозги! Добро пожаловать на канал BrainTime! Невероятные события прошлого, настоящего и даже будущего! Буйство природы и мира животных, шокирующие факты и неразгаданные тайны. Все это и многое другое вы найдете здесь! Подписывайтесь, не пожалеете!